Пистолет марки СА-911А в исполнении сталь и СА-911А в исполнении алюминия. Особенности этих двух пистолетов мы обойдем отдельно. Сейчас рассмотрим вариант стали СА-911 сталь выполнена полностью из цельного куска стали марки Х-40 путем фрезеровки литья здесь никакого нет все детали фрезерованные нижняя ложе рукоятка выполнена из прочного пластика австрийской фирмы. На единости нашей маркировки присутствуют насечка антискольжения, орденамическая рукоятка большого хвата для снаряжения 14-15 боеприпасов. Вот его магазин. Извлечение как на системе ГЛОП. Нижняя затворная рама выполнена так же само путем фрезеровки. На ней находится курок, шептало, отражатель и замок. Замок верхней затворной рамы. Пружина одевается на ствол, как у обычных пистолетов. Мы ушли в разработки от плавающих стволов, потому что на травматических боеприпасах плавающие стволы показывают себя не очень хорошо. Поэтому, дабы избежать каких-то недоразумений с работой пистолета и уйти от какого-то непонятного снятия не в производственных условиях ствола, а ствол закреплен в нижнюю раму. Для того, чтобы собрать пистолет, нужно оттянуть замок запирания рам вниз до отказа, одеть ствол на ствол верхнюю раму, попасть в пазы скольжения и отпустить раму. Нажимаем одновременно и удерживаем курок, спускаем. Вот пистолет разряженный, в собранном состоянии. При взводе оружия, курок остается в взведенном положении, имеет предварительный взвод. Вот его сейчас увидим. Но даже при вот таком движении боёк не касается боебрипаса. Возможные варианты внешней части пистолета затвора в тюнинге в любом пожелании, но это всё обговаривается индивидуально. Наши пистолеты будут выходить в трёх вариантах. Сплошное покрытие и насечки, как на ГЛОКе 19, прямые. В таком исполнении и с квадратными окнами, с открытой пружиной полностью. На сайте вы будете видеть все фотографии внешнего тюнинга. Покрытие пистолета, простонародик, которое называется воронением, наносится путём химической оксидации. То есть это при больших температурах, в специальном химическом растворе, черница металл. То есть, как всё, любое оружие, это не краска, это воронение. Итак, особенности работы пистолета. Если у нас заканчивается боеприпас, и пистолет становится на затворную задержку. Затворная задержка не снимается. Для того, чтобы снять оружие от затворной задержки, нужно извлечь в магазин, поменять его или снарядить патронами. Дослать, и чего произойдёт спуск затвора. Прицельные приспособления фирмы ГЛОК. Мы их закупаем. Это чистые ГЛОКовские прицельные приспособления. Также установлены, всё так же само. Место посадки, как и на ГЛОКовских пистолетах, можно их менять. Всё, что предоставлено на рынке, пожалуйста, всё подходит. По поводу боеприпасов. Наше оружие стреляно на нашем боеприпасе, патроне СА. И прошли тесты, патрон, по-моему, киевской фирмы, фирмы ПС. То есть, тесты показали, что работает нормально. И по скоростям, и сам пистолет работает нормально. Какие особенности по боеприпасам? Ну, ни для кого не секрет, что боеприпасы делаются многими фирмами-производителями у нас в Украине. И нет какого-то единого полного стандарта по виду гильзы, зажатию шарика, плотность шарика. Сейчас этот вопрос обсуждается, но пока ещё на рынке присутствуют и старые партии. Поэтому во время выстрела разные шарики ведут себя в спале по-своему. Если шарик достаточно плотный, увеличивается давление. Если шарик мягкий, уменьшается давление. Стальная гильца, либо латунная. Нет единого пороха, который предназначен конкретно для травматического оружия. То есть, все методом познания, каким-то путём исследовательные добиваются каких-то результатов. На разных пистолетах. Кто это делает на фортах, кто это делает на ПМах. Поэтому рекомендация. Если вы меняете боеприпас или хотите использовать какой-то другой, обратите специализированную оружейную мастерскую. Пусть они тестируют оружие на конкретный боеприпас. Возможно понадобится замена пружины. И после этого используйте оружие. Я рекомендую всем стрелкам не менять беспорядочно боеприпас в пистолете. Не только в этом, во всех. Прежде чем вы меняете использованный боеприпас, надо тестировать, как он себя ведет, как он работает. Мы сегодня проведем определенный отстрел на наших патронах. Вы посмотрите, как он работает. Пистолет и так далее. Будем уже общаться дальше. Итак, по стальному пистолету мы все обговорили. Комплектация его происходит. Вот такая коробка. Будет в комплекте истинный шумпал, один магазин, пистолет, отстрел, НИКЦ и паспорт с инструкциями по использованию. Значит, краткий вопрос или обговор по поводу, если что-то с ним случится. Оружие чистится и обслуживается. Вот в таком виде. Дальше пистолет разбирать не надо. Тут сложная система сборки, штифтовка на пружинных штифтах. Поэтому я не рекомендую людям в домашних условиях разбирать пистолет полностью. Мы даже не предоставляем взрыв схемы полной разборки. Это все делается в специализированных оружейных мастерских. Вот этой разборки достаточно для чистки. Наши испытуемые образцы, алюминиевые, прошли отстрел больше двух тысяч выстрелов без единой чистки. Без единой чистки. Но об этом я вернусь чуть попозже, когда мы будем вам говорить о алюминии. Так, еще раз вы посмотрите, какая происходит сборка. Вот, в таком положении. Курок должен быть взведенный, пружина должна быть одета. Замок затвора опускается вниз. Отпускается в пазу, отпускается, отпускается. Все, пистолет свободен. Итак, переходим к пистолету. СА-911А, алюминиевый. 900 грамм весом. Сталь 900 грамм. Алюминиевый пистолет. Весом 500 грамм. Очень легкий в руке используется. Я хочу сразу рассказать людям, что не надо бояться использования в оружейном деле алюминия. Если правильно к нему подходить, правильно с ним обращаться, достаточно износостойкий, хороший материал. Значит, этот пистолет выполнен из алюминия марки АМГ. Это чистый алюминий. Но он в данном оружии несет только больше эстетическую часть, как носитель. Все элементы, которые работают в пистолете, выполнены из сталь. Ну, соответственно, ствол, все тяга спускового крючка, шепталок, курок, замок, отражатель, штифты, выполнены из сталика. Затвор, сталь. Все, как и в стальном пистолете. Но для облегчения мы применили алюминий. Ну, достаточно неплохо показал себя в испытании. Я уже говорил, что более двух тысяч выстрелов без единой чистки. Почему? Вам известна такая система, как система АЭР. Полуэкономатический карабин. Он выполнен из алюминия. С таким же покрытием, либо анодирование, либо холодное анод. Это холодное анод. Я вернусь к нему позже, расскажу. В системе АЭР, или винтовки М16, ствол стальной. Элементы спуска, УСМ, пружины, затвор, сталь. А несущие его элементы, цевьё, апер, ловер, выполнены из алюминия. Оружие прекрасно себя показало. И мы применили такую же систему. Несущая часть, назовём её, как в системе АЭР, апер, нижняя часть, ловер. Никаких трений по алюминию. Видите, пистолет настрелял где-то около более ста выстрелов. Видно, что он использовался. Никаких трений не присутствует. Покрытие. Это холодное анод. Он применяется в ракетостроении. Он имеет твёрдость около 60-65 единиц. Наносится при... С помощью больших токов. В специальной химической ванне. Как вам сказать? При температуре минус 10 градусов. Значит, он имеет верхний слой предела 10 сотых глубины покрытия. Внутри тот же алюминий. Но снаружи он очень крепкий. Если по нему произвести какие-то движения, то есть вы услышите, как он звенит. То есть он очень звонкий. То есть он как бы закален. Собираем оружие. Та же самая работа пистолета. В размерах они абсолютно одинаковые, но не взаимозаменяемые. С одного пистолета нельзя переставлять детали на другой пистолет. Каждый пистолет подгоняется, собирается и производится индивидуально. Индивидуально. Так же само прицеленное прицеленное прицеление фирмы Глок. Наружный размер идентичный Глоку 19. Единственное, что его выдает, это штифты. Место установки экстрактора и курок. Все остальное по виду идентично к пистолету фирмы Глоку. Так же само. Пистолет не работает. Затворная задержка не снимается. Пока мы не взлетаем в магазине. Магазины будут продаваться в магазине отдельно. То есть это как дополнительная опция, можно ее приобретать. То есть человек может в магазин абсолютно взаимодомонять. Ну, пожалуй, вот и все. Задавайте вопросы.